Всем привет, меня зовут Арсений Клиничев, это канал «Анциклопоты» «Финский за месяц». Сегодня я буду рассказывать, что мне удалось сделать за воскресенье, понедельник, вторник, то есть за 22, 23 и 24 сентября. И начну я с такой довольно специфической темы. Я начну с карточек. Как вы знаете, если следили за предыдущим видео, если знаете, в принципе, как я организую тут свою деятельность, я решил прибегнуть к списку базовой лексики из 625 слов, который составлен был Габриэлем Вайнером. Ссылку найдете в описании, можете посмотреть. Я решил просто им воспользоваться, составить карточки с картинками, пройтись по всем словам этого списка. И, в общем, я уже прошел, наверное, где-то процентов 70. Ну и я перестал заносить слова в карточки в последние вот три дня. Я пытался разобраться, почему я решил так делать. Отчасти, наверное, это связано с тем, что очень много контента, очень много всего хочется почитать и посмотреть, и как-то не хочется тратить уже время на карточки. Отчасти это связано еще и с тем, что и так мне приходится выполнять уже поиск по картинкам, когда я ищу лексику к болтовне своей. Отчасти, наверное, еще я перестаю видеть необходимость, потому что получается, как я уже говорил в прошлом видео, что я беру, условно говоря, 36 слов, а заношу из этих 36 слов в карточке всего лишь там от силы половину, просто потому что уже по большей части все эти слова известны. Я расскажу, почему я вообще изначально решил пользоваться этой системой, почему я не пошел просто естественным путем и не стал просто набирать тупо ту лексику, которая и так мне встречается в тех статьях и в тех видео, которые я и так читаю и смотрю. Я решил пойти по этому пути, потому что это такой своеобразный щит для бытовых разговоров или для разговоров о чем-то, что не очень совпадает с теми темами, на которые ты, допустим, читаешь. То есть я чаще всего, получается, читаю про какие-то темы очень сложные, там география, история, все такое и так далее. Все это очень так масштабные, а при этом порой могут выпадать какие-то простые слова, которые могут пригодиться, когда тебе просто настоящий человек начнет что-то рассказывать про свой день, и ты такой поймешь, упс, а я не знаю, как будет кухня. Опытным путем уже я достиг понимания того, что все-таки базовые слова в разных областях, они нужны, потому что, да, ты вроде бы сначала изучаешь язык, просто пользуясь теми статьями и теми видео, вообще тем контентом, который тебе интересен, а потом ты приезжаешь в страну, и тебе просто-напросто нужно спросить, где кастрюля в квартире, в которой ты поселился, а ты не знаешь, как будет кастрюля. Вот просто ради таких моментов, чтобы не тупить в таких случаях, это пригождается. Плюс это, мне кажется, было бы полезно, если ты слушаешь речь, в принципе, в тех же видео, в тех же подкастах, которые я смотрю, там это как раз тоже здорово проявляется, потому что там гораздо сложнее вычленить какие-то слова и потом просто попытаться там как-то занести их в словарь. Так что у меня расчет был на это. У Гавриэля Вайнера, скорее всего, расчет был на другое, и мои ожидания — это мои проблемы. Но в итоге для меня список, он как-то, как оказывается, не совсем годится. Я это очень здорово осознал именно в понедельник, когда я просто понял, что я встречаю в тексте слово «пустой», а в этом списке базовой, казалось бы, лексики не было слова «пустой», так же, как не было слова «полный», не было слова «ошибка», не было слова «заявлять», например, или «заявление» и так далее. И при этом были некоторые слова, которые я бы, например, не стал включать в подобный список, вроде «глина», «иголка» или «дюйм». Но «дюйм» — это ладно, это Соединенные Штаты Америки, и тут все понятно, у них своя система измерения расстояний и размеров. Но в итоге просто я пришел к выводу, что, наверное, надо посмотреть те списки, еще более внимательно посмотреть те списки, которые вы мне прислали, либо ваши авторские, либо те, которые приняли, авторства которых принадлежат другим полиглотам. Соответственно, можно посмотреть в эти списки, и понять, сравнить. Ну, нужно смотреть очень внимательно, просто понимать, зачем эти списки составляются, могу ли я их применить для своей ситуации. Сейчас уже пользуюсь опытом финского языка, того, на что я напоролся, вот какие слова, получается, мне хотелось бы в этом списке видеть. Я уже могу так на все это смотреть и понять, чем мне пользоваться дальше, потому что понятно, что дальше вся эта система, она у меня будет как-то работать для других языков, не только все на финском, закончится. Просто надо сделать выводы. А вывод пока такой, что, ну вот, список Габриэля Вайнера хорош, но не до конца. Вот. Переходим к контенту. Тут очень сейчас много всего будет про контент. Я, на самом деле, очень так приятно удивлен тем, что тут очень много всего находится. и так, а я еще даже не особо как-то заходил на Юле, не настраивал там VPN, чтобы смотреть те вещи, которые можно смотреть только внутри финских границ. При этом все равно мне хватает, в общем-то, всего того, что есть. И это в некоторой степени сейчас камешек в огород тех, кто в самом начале серии писал, что типа, о, на финском языке не так много контента. Много там контента. До хрена его. Начнем с видео. Итак, ребята, я нашел новый подкаст. Точнее, мне рекомендацию Ютуба выдали этот новый подкаст. На канале 300 там с чем-то тысяч подписчиков, что, я думаю, для Финляндии весьма солидно. И чувак там один говорит полтора часа. Это же прекрасно. Подумал я, а потом сегодня утром стал смотреть и понял, что темп-то бешеный у него. То есть, Ронни в Back Podcast, он говорил, ну, нельзя сказать, что медленнее, он просто говорил с паузами. А тут вообще без пауз человек говорит просто очень быстро. Но зато после этого я посмотрел полчаса пока что, не то чтобы там сильно много. Понял. Хотя там была одна история как раз вот тоже, опять же, к лексике того, к тому, чего я хочу от списка слов, которые я гоняю по карточкам. Тут мне как раз карточки помогли, потому что там как раз он решил что-то начать рассуждать насчет всяких каких-то бытовых вопросов. Он говорил, что вот, там, пятница, день, когда обычно я провожу уборку, и у меня, значит, собака, и я мыл полы. В общем, что-то в этом духе. Я не распознал, естественно, каждое слово, я просто уловил какой-то общий смысл, чего там происходило у него в жизни. И он что-то вот как-то негодовал по поводу того, что мыть полы так тяжело. По-моему, в общем, не знаю, посмотрите этот подкаст, ссылка в описании будет. Просто, может, я что-то неправильно понял. Но вроде бы он как раз как-то так недумевал насчет того, что мыть полы так тяжело. Какая-то такая была тема. Ну вот. И суть в том, что пол, он употреблял слово пол, которое было бы мне, наверное, непонятно, если бы не было карточек. Потому что где бы оно мне встретилось в тех текстах, в тех текстах, которые я читаю, оно бы не встретилось нигде. А благодаря карточкам, получается, я его узнал. Опять же, получается, щит для бытовых разговоров. Прекрасно тут карточки сработали. Я посмотрел только полчаса этого подкаста пока что. Может, посмотрю больше. А дальше я решил посмотреть снова интервью с феминисткой, которая длится 6 минут. Ссылка, опять же, тоже в описании будет. И в этот раз я, конечно, понял уже гораздо-гораздо больше, чем я понимал раньше. То есть, мало того, что я понимал темы, о чем они говорят, так я вообще понимал, какие позиции, в принципе, они защищают, хотя бы там, не знаю, в 60-70% случаев. Особенно хорошо я понял тот фрагмент, когда ведущий говорил о том, что вот вы утверждаете, что, значит, разница в зарплатах составляет 20% между мужчинами и женщинами. Но вы говорите в среднем, получается, по всем профессиям, а это не очень справедливо, потому что женщины и мужчины составляют разные доли в разных секторах экономики. И вот как там ситуация, а, соответственно, ему гости отвечают, что, ну, есть цифры и по отдельным секторам экономики, вот, пожалуйста, вот так-то. В общем, вот эта мысль была мне, наверное, наиболее понятна из всего этого дела. Плюс я понимал почти всегда, за исключением только одного случая, на что реагирует аудитория, почему ей там смешно, почему какая-то такая воодушевленная реакция. Это мне, в принципе, было понятно. Я говорю, кроме только одного случая. Так что в этот раз все получилось довольно хорошо в этом плане. Это, что касается видео, дальше тексты. О, их много. Их много. Вот почему. Я же стал с прошлой недели еще делать перед болтовней поиск по картинкам. Поиск по картинкам. Я вводил то слово, которое мне нужно будет для разговора на какую-то тему. Соответственно, я искал какие-то картинки, находил картинки, находил порой какие-то статьи, потому что картинки чаще всего, они из какой-то там статьи, и можно заголовок увидеть и так далее. Понятно. В общем, там получилось так, что благодаря вот всей этой системе я нашел очень много всяких интересных материалов на те темы, которые меня интересуют. Я даже не успел еще пока про насморк почитать, то, что я находил в прошлый раз в связи с разговором про аллергию. Я нашел еще кучу всего нового, очень-очень-очень много всего. Я не знаю, как я буду это все читать. Очень все интересно. Просто дошел до того, что я ни разу на этой неделе, ну, не на этой неделе, получается, за последние три дня, я ни разу не читал со словарем статью Википедии. Вот вообще абсолютно. То есть просто все исключительно что-то на всяких каких-то интернет-порталах, на какие-то разные, интересующие меня в той или иной степени темы. Что я читал на этой неделе прям реально со словарем? Я очень... У меня некоторые вещи просто пробежало без словаря, а вот реально прям сел и прочитал со словарем в итоге. Ушло на это 40 минут. Здоровенную такую масштабную статью, которая вышла вчера на портале Хельсинген Санумат про заседание Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам климата, где выступала Грета Тунберг, та самая шведская девочка, которая очень так радикально порой выражает свою позицию. И в этот раз был не исключением, конечно же. Вот. Очень такая интересная статья. Просто репортаж. Без какой-то оценки. Просто репортаж о том, что происходило на этом заседании. Как оно проходило, кто чем говорил. Вот. Это было довольно занятно. Я ее перевел. И после того, как я перевелся с словарем, я переводил ее вчера вечером, я решил сегодня утром прочитать ее еще раз. Как бы понять, что я вспомню, что я не помню. Вспомнил довольно много. Но все равно некоторые слова еще раз пришлось посмотреть в словаре. И я решил вот что сделать. Я решил некоторые слова, которые мне кажутся полезными в данном случае. Ну, в частности, вот те слова вроде там заявлять, подчеркивать. Какие-то вот такие, которые очень характерны именно для таких статей, репортажей. Я решил их просто занести в отдельный список, который я сегодня обрабатывал, получается, вместе со списком, который у меня для болтовни. Тут мы переходим плавно к вопросу болтовни. В воскресенье я беседовал в течение семи минут на тему богатства. И потом в течение трех минут без всякой подготовки уже на тему кофе. И пошло и то, и другое довольно хорошо. Я доволен своим результатом. В этом плане все было довольно бодро. Прям вот после этого, на самом деле, даже пошел такой какой-то поток мыслей уже в свободное, так сказать, время, то есть там перед сном или просто когда я там что-то делаю, мою посуду, например. Просто пошел поток каких-то мыслей, как будто вот, знаете, такие маленькие интересные задачки. А как вот это будет на финском? Просто постараться хоть как-то это сформулировать. Такие у меня возникали мысли. И что-то формулировалось, какие-то штуки начинали вертеться в моей голове, какие-то конструкции, какие-то сочетания. Очень все здорово. То есть это уже такой шаг немного вперед. Я, в общем, этого и хотел добиться, чтобы уже возникали такие вопросы не только тогда, когда я говорю в течение нескольких минут, а просто в свободное время, чтобы просто можно было как-то об этом подумать. И уже сейчас эти вопросы возникают, и я в состоянии их действительно решить у себя в голове, в состоянии что-то перевести. То есть начинается уже что-то вроде такого разговора с самим собой на языке. Ну и это очень здорово, мне кажется. Это как раз то, к чему я стремлюсь. И это продолжилось вчера, то есть в понедельник, когда я пошел на прогулку. Я пошел на прогулку. Я очень давно хотел осуществить такую историю. Я хотел пройти все Садовое кольцо. И я прошел все Садовое кольцо, и там же находится посольство США, и я как раз около посольства стал думать, а знаю ли я как посольство по-фински? Нет, не знаю. А могу ли я объяснить простыми словами, что я хочу сказать, если вдруг я не знаю слово посольство, мне нужно как-то донести, что я хочу про посольство что-то сказать. И я понял, что, в принципе, да, могу. То есть я как-то там через минуту как-то смог сформулировать эту мысль. С другой стороны, я решил в какой-то момент попробовать объяснить на финском же языке, что такое полоса, с помощью простых слов, которые есть у меня в запасе. И я понял, что нет. Оказывается, кстати, я специально проверил, что в списке Габриэля Вайнера нет ни слова между, ни слова линия, ни, в принципе, самого слова полоса. Хотя, мне кажется, они были бы там очень-очень полезны, если он все-таки на 625 слов, а не меньше. И в понедельник, соответственно, я решил впервые сделать вот этот дополнительный список. То есть, как, получается, я работал еще с прошлой недели. Я пытался в течение трех минут говорить на какую-то тему. Потом я составлял список тех слов, которые мне по этой теме могут пригодиться. Когда, соответственно, я по-русски уже пытался выразить свою мысль на заданную тему. Я составлял вот такой вот список, переводил все это дело. И дальше уже я искал картинки, которые соответствуют этим словам. Но как бы цель была конкретная не найти картинку, а просто посмотреть, как она используется, какие-то образы, чтобы в голове запомнились какие-то контексты были видны. И затем после этого просто пройти такой тест на кратковременную память, просто закрыть финский столбец, оставить русский столбец и проверить себя, правильно ли я угадаю финское слово после этого. И затем уже после этого начинать говорить. Собственно, я так и делал. Я разнес, правда, получается, таким образом все, что все переводы я выполнял в тот же день, когда говорил три минуты, а потом, соответственно, поиск картинок, проверка кратковременной памяти и семиминутную уже беседу, и это все на следующий день. И эта система мне показалась действительно хорошей. Вот. И я решил еще к этому списку прибавить как раз список просто тех слов, которые мне потенциально могут пригодиться, причем не только слов, но и словосочетаний, что я хотел бы использовать в своей речи тоже. Я это дело тоже составил. Получилось в этот раз уже два списка с понедельника. Но в понедельник, видимо, после прогулки я был немножечко уставший, поэтому все пошло довольно вяло. Я не очень доволен своим результатом в понедельник. В понедельник же у меня возникла следующая тема для разговора. Генератор случайных чисел выбрал тему номер три, и это тема медитации. Соответственно, я поговорил на эту тему три минуты, тоже так себе. Затем сформулировал на русском все те мысли, которые я хотел бы сформулировать. И, соответственно, потом я посидел и перевел те слова, которые я не знаю, как будут на финском, или какие-то выражения, которые я не знаю, как будут на финском. Я их перевел на финский, составил вот эти два столбика русских и финских слов. И, получается, к этому еще прибавились сегодня те слова, которые были из статьи про заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Но еще я сегодня поработал немножечко над грамматикой, и решил разобраться с временами, конкретно с разницей между двумя наиболее часто используемыми прошедшими временами. Перфектом, видимо, так он называется, то, что выглядит, как он менют, например, в случае глагола мена, и прошедшим временем простым, который выглядит, как, например, менни. И я понял действительно разницу, все как-то встало на свои места. Я почитал на сайте somastu.ru, ссылка в описании будет. Можно будет посмотреть, как оно там используется. Там есть несколько забавных моментов. Мне особенно понравилось, что можно сказать двумя разными способами. Был ли ты на выставке, и при этом выбор времени в финском языке будет зависеть от того, открытая еще выставка, работает ли она еще или нет. Если выставка еще работает, то ты говоришь Если выставка уже закрылась, и на нее нельзя попасть, то И да, я не знаю, удастся ли мне сейчас в течение вот разговора на тему медитации прям правильно использовать все эти времена и воспользоваться свежеполучными знаниями. Скорее всего, это все придет с опытом и с какой-то рефлексией на тему того, где кто, что, как использует. Но просто действительно я пока лажаю по многим показателям, особенно грамматическим, это понятно. В частности, пока еще даже в спонтанной речи у меня спокойно путается настоящее прошедшее время. И я тут вынужден сделать комментарий, что я перевожу в субтитрах, в субтитрах я прикладываю все-таки то, как я хотел бы сказать, то, что я хотел бы выразить. Именно вот такой перевод мысли, а не фактически перевод того, что я сказал по-фински, потому что иначе там будет довольно много ошибок и неточностей. Вот. Это, пожалуй, все. Теперь переходим, собственно, к разговору. Значит, сейчас мне нужно будет в течение семи минут говорить на тему медитации. Я, соответственно, сейчас ставлю таймер на семь минут. Время пошло. Я, значит, медитация. Медитация это что медитация очень хорошая, красивая и так далее. Но у меня была ошибка и это очень счастливая, потому что в любом случае, когда я медитировал, я ныкнул. В любом случае, когда я медитировал, я ныкнул. В любом случае, когда я изучил туалет, и я туалет на селкеное. И если кто это кто сидит, и в основном это не как это. нукаhtать. Это очень шум к милитой. Но в году в Ухтикулса, оннеки, оннеки, päätтин, että se olisi hyvä, чтобы стоить лати-алла, например, и лати-алла не было селкяноя. И в течение дня это не было ничего не так. это было хорошо. Ну, вот так как мы начали медитировать. И это было очень сложно, как в первую очередь, То есть, это было каждый день, четыре раза в день. Но сейчас это не так много, только три-четыре раза в день. Потому что я думаю, что это полезно для меня. Потому что в медитационном процессе вы можете видеть лето-кувы, чтобы найти лето-кувы, чтобы лето-кувы были несколькими. Я думаю, что это полезно для лето-кувы, и после этого можно увидеть лето-кувы, что можно увидеть лето-кувы, что можно увидеть лето-кувы, который, например, который показывает лето-кувы, который показывает лето-кувы, для лето-кувы. И в медитационном процессе можно увидеть лето-кувы, и в медитационном процессе, которые мне имеют лето-кувы, которые мне имеют лето-кувы, которые мне имеют лето. И это очень хорошо. И я рада, чтобы лето-кувы лето-кувы. Я все сказал, что я хотел сказать. Просто я уже дальше начал реально топтаться на месте. Просто потому что уже все мысли, которые у меня были, в принципе, и что я выразил еще тогда, вот три минуты на финском и дальше на русском. И вот еще вчера. Я, в общем, все уже изложил. Я просто дальше уже начинал, в принципе, теми же словами повторять, по сути, то же самое. Круто, я доволен. Так, сейчас. Какая у нас будет следующая тема? Это нужно запустить генератор случайных чисел, и он нам что-нибудь прогенерирует прекрасное. Ну, попробуем сейчас вообще без подготовки что-нибудь. Это будет, конечно, очень интересно. Значит, три минуты сейчас на какую-то тему. Генерируем случайное число от одного до десяти. это будет... брум-пум-пум. Это будет тема номер девять. Богатство. Оно уже было. Значит, переходим на следующее. Это будет тема метро, которая тема номер десять. Три минуты. Да, метро. Да, метро. Да, метро. Меленкинтонен айхи. Эммм. Меленкинтонен. Меленкинтонен. Эммм. Я не знаю, что это было. Метро-метро, это как элию, я не знаю, но... Я самостоятельно работал Московский метро. Московского метроа. Метроасимат ovat так красивые и как я работаю в стране в стране в стране каждую я знаю что мы в Москве и мы мы и и и мы и 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 с и и и и будет слишком долго ладно я думаю на этом все спасибо вам большое за внимание спасибо большое тем кто поддерживает меня на патреоне ну и до встречи в следующем видео